Республика готовится к весенне-полевым работам. Темпы и сроки обсудили сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашской республики. На каждой работе свое время. Сельхозпроизводители завершают проверку техники, готовятся к подкормке земли. Кстати, в прошлом году она началась в середине марта. В этом весна немного запаздывает. Февраль и вовсе удивил своими минусовыми значениями и обилием осадков. По оценке синоптиков, сход снежного покрова ожидается не раньше третьей декады марта. Что же касается семенного материала, республика в полном объеме ими обеспечена. Вся посевная площадь под урожай 2020 года составит 550 тысяч гектар. Это на 2000 гектар выше к уровню 2020 года. Яровой сев в текущем году планируется провести на площади 290 тысяч гектар. Доля зерновых культур в общей посевной площади составляет 53,6%. Технических культур 5,1%, картофеля 3,6% в сельхозорганизациях и КФХ. Листопублики семена яровых зерновых культур засыпаны в объеме 48,5 тысяч тонн или 101% от потребности с учетом пересева. Проверено 46,8 тысяч тонн семян. Из этого объема доля кондиционных составляет 87% или 40 тысяч тонн на уровне прошлого года. Подготовка семян до базисных кондиций продолжается. Темпы приобретения минеральных удобрений, несмотря на рост цен, превышают уровень прошлого года на 13%. По словам профильного министра, благодаря подписанным в 2020 году соглашениям с ведущими российскими производителями, поставки минеральных удобрений идут по намеченному плану. Наибольшим спросом пользуется селитра. Правительство нашло средства на поддержку этого важного сегмента. Продовольственным фондом республики созданы запасы минеральных удобрений в полном ассортименте всего 10 наименований. Это позволяет пока удерживать цены на приемлемом уровне. На сегодня протфондом отгружено в два раза больше удобрений, чем в прошедшем сезоне. Поставки удобрений в хозяйстве идут в ежедневном режиме без выходных. Обсудили на совещании механизм записи детей в первый класс. В этом году в школы республики пойдут около 17 тысяч ребят, примерно 7 тысяч в столице. Только в микрорайоне Новый Город откроются 6 первых классов. Лучше подобрать школу рядом с домом на сайте своего муниципалитета, муниципального органа управления образованием, по распоряжению главы администрации, за какой школой закреплен ваш ребенок. И если школа совпадает с вашим желанием, то 1 апреля вы должны зайти по ссылке через этот портал, или через портал наших государственных услуг, или прийти в конце концов лично в школу и написать заявление о приеме ребенка в первый класс. 6 июля будет стартовать запись в первые классы, опять же по всей республике, для всех, кто хочет отправить в эту школу ребенка не по прописке. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.